Какой главный аргумент для геймпадов? Обычно это, ну я люблю сесть на диванчик, расслабиться и играть себе в игры. Все, больше это не работает, потому что есть вот эта штука. Теперь можно сидеть и спокойненько играть в шутеры. Нормально играй в шутеры, не дожидаясь всякой там автонаводки, которой нет в компе. Привет всем, меня зовут Макс, это видео на канале интернет-магазина FUA. И сегодня у нас Рокот Сова. На самом деле я не собираюсь сравнивать эту штуку с геймпадами, потому что везде есть свои преимущества. Этот девайс называется Labboard, и он не признан заменить геймпады. Скорее всего это такая нишевая штука, которая нужна для людей, которые не любят геймпады, но в то же время хотят сесть на диванчик и расслабиться, поиграть в какую-то игру. Ну, для таких как я, короче. Эта механическая версия есть еще мембранная, и стоит она немного дешевле. Намного дешевле. По сути, девайс представляет собой доску со встроенной клавиатурой и ковриком для мыши. Притом она довольно большого размера, и это делает ее удобной, как раз вот чтобы она к вам села на колени. Есть место и для клавиатуры, и для мыши. Притом места достаточно, чтобы целиться на низкой сенсе. Клавиатура урезанная, чтобы сэкономить место. Цифрового блока нет, и кнопки Home, Page Down расположены нестандартно. F-ки смещены, так что если вы ими часто пользуетесь, то придется привыкать. Самый главный атрибут геймерской клавиатуры сохранился, это длинный шифт. Под кнопками коричневые переключатели TTC. Нажатие аналогично коричневым черри. Легкая тактильная отдача, звук не громкий, но нажатие ощущается. В принципе, это универсальный вариант для тех, кто не привык к механике и для тех, кто с ней знаком. Подсветка есть, она довольно яркая, но только синего цвета. Если поставите дрова, то можно активировать несколько стилей, например, реакция на нажатие, дыхание, ровный цвет и так далее. Можно подсветить любые буквы, которые хотите. А вот кириллицу видно плохо. Хорошо, что эта клава не для печати, а просто ответить на пару сообщений этого хватит. В принципе, клавиатура имеет все нужные функции. Управление мультимедиа, запись макросов и так далее. Поддерживает неограниченное количество одновременных нажатий. Сама доска довольно удобная. Снизу четыре мягкие накладки, которые при желании можно снять и, например, постирать. Подставка под ладони здесь тоже есть. Она из матового пластика, как, в принципе, и вся доска. Если хотите, ее можно снять и заменить на мягкую. Правда, где взять мягкую, я не знаю, потому что аксессуары к этой штуке пока что нигде не продаются. С ковриком та же самая ситуация. Он из такого же материала, как подставка под ладони. То есть это пластиковый коврик. Скольжение хорошее, но я люблю тряпку. И поэтому, если я хочу поменять на тряпичный коврик, я могу сделать вот так. Правда, где взять тряпичный, опять же, пока что неизвестно. Но, на самом деле, играть и так довольно комфортно. И я вам хочу сказать, что если вы привыкаете, то все окей. Мышка подключается в один из портов спереди. И тут же есть каналы для прокладки кабелей, чтобы они не торчали и не мешали. Также в коробке есть небольшой держатель провода, который очень легко цепляется на лэпборд. В него вставляется провод и выглядит это примерно вот так. Провод длиной 4 метра и легко отсоединяется, если вы сильно дернете. Это для того, чтобы не повредить вашу стим-машину или компьютер, смотря к чему вы подключаете. Когда вы, например, там что-то сильно дернули, встали там неправильно или все в таком духе. Работает эта штука, как написано на сайте, не с консолями, а только с ПК либо стим-машиной. Вес пару килограмм и когда вы держите эту штуку на коленях, то вы ее практически не ощущаете. И у вас нет такого, что хочется через 15 минут встать и размять ноги. Все нормально. Единственная проблема в том, что я привык, что у меня куда-то должен упираться локут. Поэтому я сижу все время в углу дивана, чтобы здесь можно было вот так вот облокотиться. В остальном все удобно, вы просто подключаете телевизор к компьютеру и играете. Из-за того, что подключение по HDMI, небольшой input-лаг мышки есть, но на игру он сильно не влияет и для казуалочек вполне нормально. Для КСа не очень, конечно, но для какого-нибудь такого Battlefield, если привыкнуть, то можно нормально играть. В общем, интересный девайс, который все-таки очень нишевый и не все захотят платить за такое. Однако те, кому он нужен, им эта штука очень понравится. К тому же можно всегда сэкономить и взять мембранную штуку. Она и дешевле, и легче. На этом все. Подписывайтесь на канал, заходите на FUA. Цены, отзывы все там. Также юзайте промокоды на скидке, они есть в описании к этому видео. GG, guys. Ооо, можно так.